Для начала хочу вам рассказать, напомнить точнее об одной устойчивой, об устойчивом таком выражении, что мужчина должен, настоящий мужик своей жизни должен сделать три дела. Посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Мне всегда казалось странным, почему такие серьезные, важные дела, как строительство дома, как сын, который занимает кучу времени. И рядом дерево, которое можно посадить за 15 минут за 10 долларов. Давайте подумаем об этом, а я переключу слайд. Странное название слайда объясняется на следующем. Я не оканчивал специальных образований, касающихся бизнеса. Я не владею маркетинговой терминологией. Я очень плохо ориентируюсь в бухгалтерии. Для меня, честно говоря, большая загадка, что такое НДС. Несколько раз спросили, девчонки просили, пытались объяснить, что такое НДС. Но для меня загадка, почему он бывает 18 процентов, а иногда почему-то 20. Поэтому я на все это забил, решил не вникать. Но за последнее время я вывел некие принципы, которые позволяют мне успешно делать проекты. И сегодня хочу с вами вас с ними познакомить. Проекты. Давайте сначала определимся с понятиями. Что такое проект? В обычном понимании человека проект – это какой-то бизнес, какое-то дело, которое приносит деньги. Ну, например, это может быть бензозаправка или маслобойня, может быть фрезерея какая-нибудь или хлебопекарня. Может быть, это нефтяная компания или теплица поворачивания огурцов. Но я считаю, что проектом может быть любое начинание человека. Это может быть цель подняться на Эльбрус. Это может быть желание научиться на скрипке в 50 лет. Может быть, даже вылечить свой старый простатит. Это все проекты. Даже наши дети – это наши проекты. А как же нам выбирать? Их вокруг столько много, вокруг столько много интересных идей. Как решать, за какой браться, а какой проигнорировать? Есть несколько способов это сделать. Но я считаю, самый главный, самый правильный – это выбирать интуиции, выбирать сердце. Что это значит? Давайте определимся с понятиями. Что такое интуиция? Представьте себе десантника, у которого не открылся запасной парашют. Что подсказывает ему интуиция? Это неудачный пример. Давайте другой. Предположим, вам 20 лет, вы решили устроить свою семью и жениться. Вокруг вас куча девчонок разных. Как вы будете выбирать? Ну, возможно, некоторые будут выбирать у кого папаша богатый. Кто-то будет выбирать у нее какая ширина бедер, чтобы она могла родить как можно больше детей. По здоровью можно выбирать, можно выбирать по национальности, как угодно. Но это все фигня. Выбирать нужно сердцем. И вы это прекрасно знаете. Чтобы семья была счастливой, успешной, нужно, чтобы этой девчонке тебя выворачивало, чтобы ты просыпался с ней, чтобы ты с ней ложился спать с мыслями о ней, чтобы тебя просто, блин, торкало от этой мысли. И тогда у тебя семья будет успешная. Все будет здорово. Так вот, в проекте нужно поступать точно так. Если тебе нравится что-то, ты делаешь это. Если проект тебе не штырит, и тебе кажется, что он просто ради денег, не стоит за нее убраться. Это не тот проект, на который стоит тратить время. Одержимость. Что я хотел сказать здесь. Сейчас я хочу вам рассказать о том, что нужно проекту от вас для того, чтобы быть успешным. Для того, чтобы все с ним было хорошо. Вы должны этим проектом гореть. Сейчас мы нажмем паузу. Я вам расскажу одну историю. Другой пример. Пример жизни. В далекий 97-й год, когда все только начиналось. Я закончил обучение и пошел работать. Я устроился по объявлению в дизайнерское агентство. И там меня посадили за компьютер и сказали, Дмитрий, вот это ваше рабочее место, а вот это замечательная программа Архикад. И здесь вы сможете сделать дизайн интерьера в 3D. Для меня была загадка, что такое 3D. Я в тот день познакомился с компьютерной графикой. Через неделю я уже бредил ей. Для меня это было откровением. И через 3 месяца, выучив все про этот Архикад, что я только мог, я уволился с этой работы и решил осмотреть свой бизнес. Я решил стать самым главным по компьютерной графике в стране. Но для того, чтобы доказать всему Кишиневу, что я самый главный, нужно было для начала что-то сделать. А так как никто мне не доверял ничего, тогда я вышел на улицу, жил тогда около Альфы, и там продавались телевизоры ТВТ замечательные. Я подошел, посмотрел на них, они мне показались любопытными. Я решил, сделаю-ка рекламу телевизором ТВТ. Сфотографировал со всех сторон, пошел домой. И спустя месяц родился вот этот шедевр, которым я очень сильно гордился. Давайте посмотрим его. Аплодисменты! Это лучшая компьютерная графика 1997 года. Наверное, создатель Титаника не так гордился своим проектом, как я этим роликом. И я окрыленный, одержимый своей идеей покорить Кишинев, одел свой серый пальтишко, записал ролик на ВКС-кассету и пошел на поиски счастья. План у меня был очень простой. Захожу в бизнес-центр и начинаю ходить в все кабинеты подряд с кассетой и предлагать свои замечательные услуги. Я очень удивился, когда первый день никто не заинтересовался моей работой. На второй день тоже. На треть. Прошла неделя, я поменял район. В том районе разные бывали случаи. Обычно это происходило так. Тук-тук-тук. А все, 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 все. Сам иди. Петли, спасибо. А, я уже тут был, извините. Таким образом ходил. Но что самое интересное, меня идея не отпускала. Мне казалось, что что-то происходит с людьми, не так, со мной все нормально. Идея суперская, я был одержим. Я ходил, 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 ходил. И спустя месяц, когда я начал закручивать телецентр, я наткнулся на такую контору, как называется она, Сан-Ти-Ви. Когда я туда пришел, оказалось, что они сейчас ищут подрядчика, недорогого, который сможет сделать оформление канала. Что удивительно, что у них оказался магнитофон, который понимает эти кассеты. И этот проект. Когда это совместилось, я получил свой первый заказ на рекламный ролик. Для канала Сан-Ти-Ви. Это было оформление канала. Вот таким образом началась моя карьера 3D-шника. И я считаю, что благодаря именно одержимости, а не благодаря тому, что она должна быть очень финансово перспективной, я ее и получил. Радость. Какое детское слово, какой детский фон. Давайте мы определимся еще с одним понятием. Что нужно человеку от проекта? Для чего он их делает? На что он рассчитывает? Одни скажут деньги. Я скажу, можно быть богатым, но больным. Други скажут, может быть здоровье. Можно быть здоровым и сидеть в тюрьме. Ну, тогда свободу могут дать проекты. Я говорю, окей, можно быть свободным человеком, богатым, здоровым, но одиноким. То есть всегда на какое-то конкретное движение можно найти антидвижение. Поэтому я считаю, что человека должен стремиться в жизни к тому, чтобы прожить жизнь с максимальным количеством положительных эмоций. Прожить, жить в радости. Все остальное не важно. Ты можешь сидеть в тюрьме, больной, нищий, одинокий и быть счастливым. Но это исключение. Теперь о нашем проекте мультфильм, как пример. Он очень успешный. Несмотря на то, что убытки составляют уже больше 200 тысяч евро, он очень успешный. Он принес радость нам, как создателям. Он нам позволил реализоваться. Он принес радость вам. Он принес радость миллионам людей, которые смотрели на его ютубе. Как можно считать такой проект убыточным? Поэтому я еще раз хочу отметить. Проекты должны приносить радость. Потому что мы и живем ради этого. Если ты три года работал над каким-то проектом, но просто заработал 500 тысяч долларов, но эти три года для тебя были каторгой, зачем ты это делал? Естественный отбор. Даже если вы любите проекты, даже если вы одержимы ими, бывает иногда, что они уходят, они умирают. Это нормальный процесс. Это естественный отбор, как в природе. В этом ничего плохого. Ну, то, что проекты умирают, это не новость. Давайте, к примеру, возьмем Google. Нет, неудачный пример. Давайте GSMD возьмем, к примеру. Кто-нибудь помнит этот сайт? Сейчас уже его практически никто не знает. Но раньше это был очень популярный молдавский портал. В 99-м году я его запустил с огромной посещаемостью в 300 человек в день. Там были новости мобильных операторов, барахолка и форум. И я очень ужасно гордился им. Я был практически такой веб-олигарх. Через три года GSMD умер, благополучно скончался. Но можно назвать его неуспешным проектом, даже если он умер. Давайте посмотрим, что произошло. GSMD умер, но из его форума появился форум МД, который вы наверняка знаете. А из барахолки на GSMD появились три девятки. И посещаемость общая выросла в 10 тысяч раз. Поэтому умершие проекты, это как молочные зубы. Их не нужно оплакивать. На их месте вырастут коренные. Независимость. Вот к этому пункту я хотел бы особо подойти. Это очень сложный в понимании пункт. Я хочу его объяснить поподробнее. Независимость. Если в двух словах, я считаю, что проекты, которыми мы управляем, не зависят от нас. Они развиваются с такой скоростью, таким темпом, который у них вшит и в ДНК. Если ему положено жить пять лет, он будет жить пять лет. И сколько вы не работаете над ним, сколько не тратьте времени, сил, денег, он не будет развиваться быстрее. Это кажется парадоксальным. Но я вам сейчас приведу пример. Возьмем пример у ребенка. Как один из вариантов проекта. Если дать 10-летнему ребенку 10 тысяч евро, чтобы он поднял свой бизнес, что он с ними сделает? Он пойдет в буфеты, купит леденцов и своим друзьям. То же самое к проекту. Если дать ему инвестиции раньше, чем он способен их переварить, эти деньги вылезут в трубу. У независимости есть два аспекта. Положительный и отрицательный. Отрицательный в том, что, например, в нашем мультике мы бы хотели сделать его быстрее. Я вам честно говорю. Мы планировали сделать его еще три года назад. Мы вкладывали очень много сил, очень много времени, средств, ресурсов. Но мы очень медленно делаем этот мультфильм. Потому что мы под нему не готовы. И то, что мы нашли продюсера два года назад, с которым мы подписали договор о соглашении на 3 миллиона евро, если бы мы получили их тогда, мы бы их профукали, сейчас бы не было ничего, ни мультика, ни денег. Поэтому нужно терпеливо ждать, когда мы созреем, для того, чтобы эти деньги переварить. Мы сейчас учимся, мы сейчас пишем сценарий, мы сейчас набираем людей, мы сейчас готовимся к освоению этих денег. Но у независимости есть и плюсы. Потому что если проекту суждено выжить, он выживет несмотря ни на что. Как бы вы ни старались его потопить, он будет идти вперед. В примере с нашим мультфильмом у нас были несколько этапов, очень сложных. Когда у нас кончались деньги, у нас появлялись рекламные агентства с контрактами годовыми. Мы смогли расширять студию и двигать мультик дальше. Когда мы сделали три мультфильма и не знали, куда идти дальше, нас сам нашел продюсер Сильянов российский, который сказал, что мы будем делать полнометражный фильм и давать работу над сценарием. Даже буквально полгода назад, когда мы начали работать над сериалом, и у нас не было денег для того, чтобы купить рендер-ферму, такой кучу компьютеров, чтобы делать качественные картинки, и мы чесали репу, где его взять. Через неделю на нас вышел Касперский российский и предложил спонсорство сериала. На эти деньги мы купили рендер-ферму. Поэтому я абсолютно верю в то, что у каждого проекта свой жизненный цикл, на который мы влиять не можем никак. Мы можем его только любить, только быть им одержимым, и он выйдет, и он будет успешным. Странная картинка. Вообще не по дизайну, как-то она выпадает из общей презентации, но я хотел показать именно ее. Потому что те идеи, которые я вам сейчас рассказывал, особенно последние, мне пришли в голову в бассейне. Я занимаюсь плаванием уже 4 года, и за последний год обратил внимание, что моя скорость перестала расти. За год она выросла на 5%, за год. Хотя я постоянно занимаюсь, я очень усиленно грибу, я хожу в зал, но плыть быстрее не могу. Тогда я подумал, что-то не так с моей техникой. И я начал рассуждать. Когда я делаю грибок, я продвигаюсь вперед. Но я также продвигаюсь вперед, когда я не грибу, когда я скольжу между грибками. Какой вывод? Давай-ка я попробую плыть, делать грибков меньше, а скользить дольше. Я попробовал. В тот день я увеличил свою скорость на 20% за один день. Это было очень круто. Я подумал, что этот принцип можно положить и в управление проектами. И с тех пор я руководствуюсь таким правилом, что нужно меньше махать руками, мешать себе плыть. Лучше скользить рядом с проектом и наблюдать, как он развивается. В заключении хочу вернуться к нашему первому слайду. К этому маленькому ростку, к этому дереву, которое должен посадить настоящий человек в своей жизни. Так вот это дерево и есть наши проекты, маленькие, большие, которые мы оставим после себя. И очень важно делать то, что тебе нравится, отдавать это миру, и мир даст тебе все, что ты только не пожелаешь. Я вам это обещаю. Спасибо. Это еще не все. Сегодня премьера, господа. Сегодня у нас для вас конфетка есть. Мы хотим вам показать приквел к нашему полнометражному фильму. Это сериал о нашей смерти неудачницы Джи. То есть пока мы готовимся к полнометражному фильму, мы решили сделать небольшой сериал, в котором в каждой серии смерть неудачницы наш милый образ будет пытаться забрать чью-то душу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Я еще не закончил, я еще хочу одну вещь сказать, последнюю. У меня много разных проектов, больших, маленьких, но у меня самый сложный, самый большой и самый мой любимый проект, это моя семья. В зале присутствует моя любимая женщина, Вика. Я хотел бы попросить у нее прощения за то, что я уделяю очень мало времени, совсем не столько, сколько она заслуживает. Хотела поблагодарить ее за то, что она была со мной во все трудные времена и очень много проекта помогла реализовать. И также хочу сказать, что очень-очень люблю ее, а также наших два маленьких проектика. Спасибо.